Здесь вот сеточку нашел, ключик на 10, прикручена к впускному коллектору эта масса. Смотрите, может быть что-то увидите. Вот тут уже через проставуш, через гайку видимо. Видимо там где-то или болт длин, или резьба где-то сорвана. Вот она. И теперь надо снять с датчика детонации. Тут сложнее скорее всего будет, потому что и рука не лезет. Выключаю камеру. Нет, датчик вот он спрыгнул. Оказалось, что, не такой уж он и сложный видимо, потому что все в масле, ничего не засохло. Вторую руку не могу просунуть, чтобы пошевелить его. Вот так идем наверх убирать косу. Так, вот у нас про что я говорил. Опачки, вот она. Блин, ну почему она такая длинная? Не хватает. Здесь вот еще вот он провод. Надо здесь еще отключить. Вот она. Иначе не перекинем. Вот смотрите, чтобы вот эту косу перекинуть с левой стороны на правую, мне надо было разъединить вот эти два разъема. Вот один и второй. Один у меня получилось разъединить, он видите, вниз ушла. Но от этого не легче, потому что здесь вот эти две пипки соединялись с кузовом, поэтому никак не поднять. А второй разъем до сих пор еще не разъединил. Очень сложные разъемы. Не знаю, сейчас вот снял. Видишь, тут специально удлиненное все. Может быть, сейчас что-то получится. Вот за эту, видишь? Вот за эту. Нет, убери палец. Вот за вот эту. Да. Я тут отожму и скажу, ты держи вот так к кузову прижимай, а я буду вверх тянуть все. Пошла, нет? Ох, пошла. Вот так вот, только вдвоем можно разъединить. Все. Спасибо большое. Теперь у меня есть возможность эту всю косу вот так вот. Вот это, наверное, самое противное было сегодня в разборке. Пришлось супругу звать даже. Ну все. Теперь опять же из-за того, что длинное приходится вот так вот раз, но сюда вставать по-другому никак. Тут вот видите, сейчас посвечу. Снимать и делать это что-то нечто. Здесь вот мешает шланг подачи топлива, который мы должны отсоединить. Вот самое удобное место от топливного фильтра. Топливный фильтр здесь, под капотом пространстве. Иначе он нам мешает опять же откинуть эту косу. Вот эту вот. Вот она идет, идет, идет и туда еще часть вовнутрь заходит. А там шланг поперек. Вот так вот откручиваем шланг подачи топлива или патрубок. Видите, чтобы открутить этот патрубок, я поставил сюда ключ на 19, упер его. Сейчас он упрется в кузов. И ключом на 17, то есть головкой на 17, буду отворачивать. Все нормально. Открутилось даже, я так понял, без упора. Без упора. Просто открутилось и все. Отворачиваем. Съемка видео во время ремонта автомобиля. Раза, наверное, в три увеличивает срок ремонта. Потому что надо же записать, надо приспособиться. Сейчас вот одну руку держу камеру. Одной отворачиваю. Здесь вот под фильтром. Так, вот это надо убрать. Катушки центральной. Под болтом фильтра находятся шайбочки. Почему-то нету. Должны быть. Вот с той стороны есть. Видите, опа, вон она соскочила. У нас с этой стороны почему-то нету. Убираем аккуратненько. Хоп. Убираем ключ. Достаем шайбочку. Так. Все это дело, чтобы не забыть. Видите, одной шайбы нет. А должна быть медная, ой, алюминиевая шайба. Так. Я убрал. И сразу болт на место. Потому что, чтобы не потерялся. Так вот теперь этот шланг, который идет к топливной рампе, чтобы он не мешал. Не мешал. Опа. Да. А, нет, чтобы он не мешал. Да, конечно. Сложно сделать. Придется дроссельную заслонку все равно снять. Хоть тресни. Дроссельная заслонка здесь крепится. Значит, внизу две гайки, а вверху два болта. Дроссельная заслонка Toyota Camry. TwinCam 3S FE двигатель. Сорвал я болты, гайки. Дальше они должны идти нормально. С самой дроссельной заслонки и с датчика MAP, то есть давление воздуха, нужно снять разъемы. Обязательно. Так, так, так. А зачем мне их снимать? Вот с этого, наверное, не надо. А с дослонки сниму. Все хорошо. Разъемы надежные, но, блядь, извиняюсь за мой французский, снимаются капец всему. С разъемом больше тратишь время, чем на все остальное. Видите, вот нижний разъем снялся с регулятора расхода воздуха, регулятор холостого хода. А верхний, с самой положения дроссельной заслонки, не идет, и все, придется пробовать. Дроссельную заслонку освободил я от разъемов. Вот, вот, здесь вот этот пока не буду трогать, потому что жалко. Хотя пистончик этот можно сжать. Сейчас посмотрим. Да, этот разъем неплохо слез. Нажал вот сюда, вот, в это место плоскогубцы. И, естественно, надо сам разъем, сам провод освободить немножко. Вот так освободить его надо. Все, отворачиваем дроссельную заслонку. В принципе, идет руками. Вот и душой. Снимаем. А, у нас еще внизу же, еще внизу, вот смотрите, три шланга. Идет их тоже надо рассадить. Хотя, может, пусть они вот так и лежат. Чего их разъединять? Смысла не вижу. Вот эти вот. Один, два, три. Вот один из них вакуумный. А два, это для подогрева дроссельной заслонки. Так, внутри. Смотрите, как все чистенько. Аккуратненько. Ну, то есть, то есть, масло какое-то, или что-то там есть, конечно. Не знаю, что это, но коллектор очень чистый. Так, пробуем, пробуем. Для чего мы снимали дроссельную заслонку? Пробуем вытаскивать. Вот он, вот он наш, наш пучок проводов. Вот он, опа-на, вот она. Вот чего мы добивались. В принципе, в принципе, для чего? Для того, чтобы головку могли поднять. И, скорее всего, я ее, наверное, подниму вместе с впускным коллектором. Только единственное, придется открутить все-таки вот этот мап-датчик. Датчик давления воздуха во всасываемом коллекторе, вот этот мап. Вот этот вот. Иначе, если его сломаешь, он стоит денег. Как бы, хороших. Так, все, понимаете? Осталось сейчас внизу, там поддерживающие кронштейны. А вот еще, вот еще держит обратка. Тут еще обратка. Эта обратка откручивается. Опа! 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 Она не откручивается. Сранно, там такие болтищи стоят на рампе. Прям зажимаются. А тут обыкновенный шланг и хомуты. Ну, я обратку отсоединю. Скорее всего, вот здесь вот. Вот здесь вот, в этом месте. Вот в этом. И все. И можно будет снимать. Скорее всего. Самое главное, это я не снял ремень. Ремень ГРМ. Но это сейчас буду снимать. Сейчас сначала там внизу посмотрю. Он там, видите? Вот впускной коллектор снизу. И вот этот вот поперек идет трубопровод. Вакуумный, скорее всего. Вот этот вот, вот этот вот, вот. Не могу руку просунуть пока. Один, два болтика держатся. И так же к нему крепятся кронштейны от гидроусилителя грязнущего. Ладно. И вот этот вот, вот этот вот, как, для поддерживателя. Его тоже надо будет открутить. Снизу я трогать не буду. Там все в масле. Потому что мне сейчас нужно отлучиться из дома на час. Поэтому сейчас посмотрю. Покручу болтики вот здесь вот, где ремень ГРМ. Откручу держатель. Генератора. Вот тут один, два, три. И к подушке крепится. Он же. Расслабляем кронштейн, который держит генератор. Ключ на 14. Обязательно расстегнуть вот эту массу. Ведь она уже предусмотрена, чтобы не откручивать ее. Просто расстегнула все. Все болты стараюсь, еще раз повторюсь, на место все вкручивать. Без снятия этого кронштейна не получится снять ремень ГРМ. Поэтому в любом случае генератор нужно снимать, кронштейн снимать при снятии ремня ГРМ. Чтобы снять ремень ГРМ, надо двигатель обязательно поддомкратить. И придется снимать подушку. Правую подушку крепления двигателя к кузову. Ну, здесь я уже как бы снял все навесное. Можно выпускной коллектор не снимать, крышку клапанов не открывать. Это я имею в виду, что если подобраться к ремню ГРМ. Я просто снимаю головку и заодно сейчас буду показывать, как снимаю ремень ГРМ. Чтобы снять ремень ГРМ, еще раз, нужно открутить шкив. Шкив коленвала. Вон он виднеется. Вот он. Сейчас я посвечу туда. Вот этот вот шкив. Его нужно открутить. А чтобы его открутить, нам необходимо снять колесо, которое крепится на 5 гаек. Ключ на 21. Ни хрена. Вот это затянуто. Мне сейчас главное сорвать. Так, одна есть. Поехали дальше. Вторая есть. Гайки срываю. Не поднимаю машину на домкрате. Мне ее еще придется поднимать. Вот так. Так как я ремень ГРМ буду снимать с ямы, без подъемника, поэтому заранее приготовил вот такую чурочку. Сейчас я приподниму сам кузов домкрата. И вон туда, вон под лонжерон куда-нибудь, под кузов вот сюда, вот сюда вот, поставлю вот эту чурку. Вот, чтобы у меня машина была в подвешенном состоянии. А потом возьму домкрат, под домкратчу двигатель, как бы приподниму, приподниму его за поддон и освобожу подушку. Сейчас все увидите. Ё-моё! Вот эта высота! Что мне не хватило? Не хватает домкрата. Ну, наконец-то поднял я. Ставим чурочку. Вот такие вот чурки положил. Вот так вот. Теперь надо опускать. Настроил я, конечно, вот поднял кузов. Видите, колесо у меня свободное. Сейчас могу его откручивать. Ну, естественно, убираю домкрат. Потому что он мне понадобится для того, чтобы поднимать двигатель, когда откручивать подушку. Вот так вот. Здесь необходимо снять вот эту защиту, чтобы добраться до самого шкила. Головкой на 10 отворачиваем. Ага. Не тут-то было. Надо сорвать. Вот так вот срываются болты. Видите? Болт настолько заржавел, что сорвался. Посмотрим второй. Второй откручиваться не хочет. Отвернул болт один. Один сорванный. Так, вот он, наш шкив. Теперь, чтобы его снять, нужно тоже сделать некоторые инсинуации. Вот, смотрите, шкив достаточно легко. Можно сказать, открутился. Но, что я для этого сделал? Упер, распредвал. Хотя, так, наверное, неправильно делать. Но я все-таки попробовал. Видите, шкив откручивается. Ключ на 19. Вот такой болт. Шкив открутился. Для этого я еще раз говорю. Упер, распредвал. Впускной распредвал. Ключом на 24. Здесь вот специальные шестигранники. Есть вот такие, видите? И так вот вставляю ключ. И упер его немножко через ремень. Ну, как бы удержал. Но это неправильно, скорее всего. Надо было раскрутить стартером. Ну, как есть. Главное, своего я добился. Теперь, видите, мне шкив как бы мешает снять вот этот ремень. Ремень привода гидроусилителя. Чтобы его привод гидроусилителя ослабить, надо открутить два болта. Здесь вот один болт. Вот он. И там дальше, внутри. Все масляное. Ну, куда деваться. Откручиваем один из болтов. Вот так вот. Ну, что ж так неудобно-то, а? Один из болтов откручиваем ключом на 14. Не откручиваем, вернее, ослабляем. Вот так вот. Вкручивается нормально. Вот как к верхнему воду подлазить. Каждый раз это делаю. Каждый раз с этими болтами нехорошо получается. Так, а надо нам еще... Вон тот, вон, вон тот. Вот тот верхний болт привода. Привода гидроусилителя открутить пока не удается. Просто подлезть не могу. Ну, решил снимать сначала впускной коллектор. Может быть, потом полегче подлезется. Сейчас вот ключом на 14 заворачиваю такую стойку. Вот она. Внизу и вверху. Головку на 14 сорвал. Ну, и теперь ключом продолжаю крутить, потому что... Ну, вот смотрите, вот как тут крутить. Ну, видите, насколько все неудобно. Руками попробую. Иногда бывает поддается, вот как сейчас. А иногда в час по чайной ложке. Вон, видите, откручиваю. Вот, хорошо, что есть, куда подлезть. Видите, трещотку взял. Длинный вороток. Не идет. Трещотка-то не лазит. Вроде открутил. Так, одну открутил. А мне надо... А мне надо вот эту. Я тут схватился. Эх ты. Вот так пошла. Неудобно. Все неудобно. Все цепляется. Вожу камеру. Впускной коллектор. Осталось... Вот этот патрубок открутить. Вот он. Держится раз на двух болтиках. Ключ на 10. И на 12 болтики. Один, два, три, четыре, пять. Там еще на шесть, семь, восемь болтов. И можно будет вытаскивать впускной коллектор вместе с форсунками. Видите, вот этот болт. Вот он. Плохо видно. Вот, который приоткручен. Сорвал. И там еще один. Ну, невозможно снимать. Просто грязью все заляпываю, чтобы в глаза попало. Вот он, второй болт. Постараюсь на него навести. Ну, среди грязи можно не увидеть. Тоже надо его открутить. Внизу открутили. Теперь откручиваем топливную рампу. Тут два болтика на 12. Один сорвали. Еще один. Откручиваются достаточно легко. Один уже открутил. Вот он, второй. Видите, какие длинные. Ну, и, собственно, сама топливная рампа. Вот тут вот. Оп! Вот так легко она вытаскивается. И держит ее только шланг трубопровод обратный. Здесь этот вот вакуумник. Вакуумник еще у нас цепляется. Вытаскиваю, видите, по одной форсунке вытаскиваю. Потому что всю рампу вытащить мешают форсунки эти. Вот так вот я всю топливную рампу отвел в сторонку. То есть между головкой и впускным коллектором топливной рампы, которая здесь стоит, теперь ее уже нет. Теперь нам остается открутить 8 болтов. Ну и все, наверное, коллектор я сниму. А там уже легче будет подлезть к тому болту, которому я сейчас показывал. Гидроусилитель руля. Вот она. Пока посмотрим. Ну да. Вот эти вот обязательно тоже надо будет снять. Это вакуумные трубки, которые цепляются. По пускному коллектору. Не могу одной рукой. Вот одну трубку снял. Теперь вторая трубка. То же самое хомут. Такой вот зажимной. Все. Со всех сторон коллектор освобожден. Осталось открутить 4, а, 4, 8 болтиков, чтобы снять впускной коллектор. Это снизу придется делать. Ну, часть сверху, конечно. Здесь вот можно легко подобраться. Сверху. Здесь он в масле. Коллектор я практически открутил. Остался один болтик. Но я его специально не откручиваю, чтобы он не упал. Сверху буду открутить. Сейчас покажу снизу. Вот видите, снизу. Там шпилька. Один. Потом два болта. Потом наверху один. Видите, который я не открутил. И вот еще. Два болтика. И там дальше шпилька. Все. Сейчас я верхний болт вот этот откручиваю. Самый верхний. И попытаюсь убрать впускной коллектор. Вот он этот болт сверху. Оп. Видите, как коллектор прямо отошел. Снял последний болт. Коллектор держится на двух крайних шпильках. Вытаскиваем. Вот он. Вот он коллектор. Впускной коллектор двигателя 3S FE. О, 4S. Ну, 3S он похожий. 4S FE 90-х. Начало 90-х годов. Опачки. Вот, пожалуйста. Говорят, что это контрактный двигатель. Не знаю, насколько правда. Вид снизу. Без коллектора. Видите, там еще осталась прокладка. Сейчас я ее уберу. Убираю прокладочку. Сторонку ее. Вот она она. Вот она. Стальная. Сверху обрезиненная. Так. Привернут болт. Вот он. Ко второму надо подобраться. Не знаю. Камеру-то я подсунул. Ключ подсуну или нет. Вот, ребята. Самый противный болт. Который мне сегодня пришлось столкнуться. Это болт, который выдерживает верхнюю часть гидроусилителя руля. Чтобы ослабить ремень. Наконец-то я попал. Вот так вот. Так, умудрился. Я его, короче говоря, открутил. Вот. Теперь я... Теперь я что сделаю? Теперь я... Ослаблю ремень гидроусилителя. Вот он уже ослаб. Скидываю этот ремень. Скидываю ремень. Вот так вот. Вот он. Ремень двухручейковый или трех. Теперь моя задача снять вот этот вот шкив. Ну, тоже еще то занятие. Смазал ВДшкой. Пусть постоит маленько. Все легче пойдет. Вон, видите, на самом шкиву вот такие следы от ударов. Видать, загоняли с такой силой, что ой-ой-ой. Не могу я его пока снять. Шкив, как я и говорил, просто так не снимается. Пытаюсь сделать съемник. Здесь вот предусмотренные отверстия на 6. Бултик на 6. Я бы, конечно, сделал на 8. Ну, видимо, производитель решил, что на 6 хватит. Но с учетом того, что я видел сейчас, показал вам, как сбиты края этого шкива, что пойдет ли он. Вот три отверстия я прошел. Первая, вторая нормально. В третьем, что-то мисик не хочет идти. Ну и четвертое, тоже более-менее нормально. Посмотрим, что сейчас получится. Сейчас буду делать съемник вот этого шкива. Ну, по-другому не могу снять. Понадобится нам вот эта вот пластинка. Пластинка. Вот такая штучка у меня получилась Попробуем сейчас Сделал я вот такую приспособу Думал сейчас вот тем болтом Сейчас поближе покажу Вот тем вот болтом Который за вот этой пластинкой Буду выкручивать Ну и она за собой потянет И снимет шкив Не тут-то было Болт тот начинаю крутить Вот так вот Вот болт этот И вместе с ним крутится шкив Поэтому придется делать Скорее всего полноценный съемник То есть вот здесь вот Здесь вот на моей Пластине В середине Делать резьбу, может быть гайку наваривать И чтобы он упирался в этот болт И крутить его острием Посмотрим что получится Получится Вот так вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверло на 12,3, по-моему. Так, есть. Всё, теперь надо точно приварить вот сюда гайку. И съёмник, в принципе, будет готов. Собрал вот такую конструкцию, чтобы не повредить резьбу. С этой стороны закрутил гайки, чтобы не повредить резьбу ни на гайке, ни на болту. Вот, и сейчас вот здесь буду обваривать. Немножко буду обваривать. Посмотрю, как придётся ещё. Такое надо будет. Ещё придётся по отверстию делать. Такую пластинку надо будет. Так, 36, а здесь 12. Это, короче, 25 миллиметров с этой стороны и с этой стороны. Тогда она будет равномерно тянуть. Сейчас вот так мы её. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. На камеру не буду. Спорчу боюсь. Вот так вот всё получилось. Не знаю, сейчас проверю. Как, что здесь. Прихватил местами. Попробую откручивать. Опа! Ключ на 17. Отлично всё. Всё пока отлично. Не знаю, красоту наводить или не наводить лоск. Или так пойдёт. Попробовать надо. Немножко горячая. Вот с этой стороны вид её. Что-то у меня старый пропил. Не знаю, убирать или не убирать его. Посмотрим сейчас. Теперь им надо этот болт заточить вот так вот немножко на конус. Чтобы у него площадь соприкосновения была минимальная. с болтом. Который там стоит на двигателе. Иначе он будет вращать за собой коленвал. Вот так вот получилось. Конечно, поострее надо немного. Сейчас подточу ещё. Вот такой съёмничек у нас получается. Вот так вот. Будем пробовать. Берём смазку. Это чтобы лучше вот это место вот это место, чтобы лучше проворачивалось. Ну и устанавливаем. Да, немножко немножко далеко выдвинул я выдвинул болт, потому что эти маленькие закручиваться не хотят. Ну-ка пробуем. Второй. Посмотрим, насколько эффективный этот съёмник. Я не думаю, что купленный в магазине намного будет превосходить его. вот так вот упираем. Ну что, пробуем тянуть ключ на 17. О, чудо! Шкив пошёл. Смотрите-ка. Всё. Он упёрся в болт. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Вот этот болт, который закручивает шкив. Шкив сюда выдвинулся, и он у него упёрся. Теперь я что делаю? Теперь я откручиваю немного вот этот болт. Вот так вот. Раз. Сейчас я откручиваю тот болт, который внизу. Не внизу, а под съёмником. Под моим. Ну что, опять закручиваем. И смотрим на уменьшение вот этого расстояния. Вот. От этого буртика до шайбы. Больше бы пошло. Так. Ещё откручиваем. О, там места полно ещё. От руки не хочет идти. Вот таким нехитрым приспособлением стягиваю. Опять же, идёт до самого конца плотно. Надо его сейчас снять, что-то подложить другое, потому что болт, родной болт мешает. Вот здесь вот. Видите, вот из-за этих юбок, вот из-за этих он мешает. Надо, чтобы другое поставить. Вот такое приспособление. Покажу ещё раз. болт. Вот, видите, съёмничек. Ну-ка посмотрим. Вот видите, болт уже закончился. Попробуем. Попробуем от руки. Ох, как туго он идёт, а! Не хочет. Нашёл вроде болт подходящий. Смотрите, он туда, вовнутрь ушёл. и проделываем ту же процедуру. Как Владимир Семёнович Высоцкий поет, процедурами. Водными займитесь процедурами. Не совсем подходящий болт. Надо всё-таки поплотнее, чтобы он был. Ну вот, снял наконец-то при помощи вот этого съёмничка. Да. Попил мне кровью этот шкивок. Шкив снят. Теперь нам что? Теперь нам необходимо снимать подушку. Вот эту вот подушку сверху покажу. Вот она. я «этию» подушку, Рёжу